Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! 48 занятие нашего замечательного курса, в котором мы разбираем дословно тонах. И сегодня мы занимаемся главой, которая называется Пинхас, сама по себе достаточно интересна, но выделена она еще и, ну я надеюсь, все-таки на вашу некоторую активность. Натан, наверное, подскажет. Когда мы встречаем, скажем так, в какие моменты года мы вспоминаем главу Пинхаса? И почему? Хорошо, этот вопрос мы разберем, но на прошлом занятии у нас всплыл один весьма интересный момент, на который, как ни странно, я не обращал внимания. Ну вот, все предыдущие годы. Дело в том, что в голове Балак, пророчества Балака, упоминается Агаг. Вот, а Агаг был, как известно, царем Амалекитян во времена царя Шауля. Да, вот, то есть, на много лет после этого евреи успели идти в землю Израиля. Да, был переходный период, потом был период судей. И потом был избран первый царь, и вот он-то и убил Агага. Почему же Агаг упоминается здесь? И вот по этому поводу мне был задан вопрос, и я, в общем-то, не могу сказать, что я специально искал, но мне попался комментарий, весьма интересный комментарий из Амбана, Раби Мошебен Нахман. Вот, что пишет Раби Мошебен Нахман. Я просто сфотографировал и поставил эту нашу группу в Телеграме, несколько снимков, но чтобы в них разбираться, это надо перелистывать. Поэтому я вам просто сейчас живьем сам прочитаю, что там такое говорится. Его царь превзойдет Агага, это седьмой стих. Первый царь Израиля победит Агага царя Амалека, так объясняет Раши. То есть, это пророческое видение, что, собственно, вполне допустимо, поскольку известно, что пророчество присутствовало. В этой главе, вот, у Билама, есть еще объяснение, которое дает Рамбан. Имя этому царю было дано задолго до его рождения, так же, как и персидскому царю Корешу, которого по-русски называют Кир, и написано так же. Так сказал Бог, вот, родится сын в доме Давида по имени Йошияу, князь Елхим, и так же еще до рождения были даны имена Ицхаку, Ишмаэлю и Шломо, и возвысится его царство, царство потомков Якова. Вот, это продолжение. Так, значит, будет возвышаться царство потомков Якова все больше и больше, ведь вслед за ним, то есть за первым царем Шаулем, придут Давид и Шломо, и это тоже комментарий Раши, и он объяснил прекрасно. А возможно, пишет дальше Раби Нахман, Раби Эй, извините, Муше, что все цари в племени Амаркетян звались Агак, то есть это не имя личное, а название, то есть титул. Поскольку таким было имя их первого царя, то есть всех его наследников, его престолов, стали называть так, подобно тому, как и сегодня в большинстве государств царей называют по имени основателя династии. И написано «Отменить злой указ Амана из потомков Агага», вот это уже в книге Эстер, да, события книги Эстер происходили еще позже, после разрушения первого храма. Вот, и Аман назвал там Агаги, так как он происходил из этого царского рода, ведь маловероятно, что в пророчестве было провозглашено имя злодея еще до того, как он был зачат. И также имя Гог, каждый правитель страны Магог будет там так зваться. И вот есть еще дополнение к комментарию. Смотри, например, титул «Царь». Почему мы называем царя именно этим словом? От имени основателя Римской империи Цезаря, то есть Цезарь трансформировалась в царь, а король от имени основателя Священной Римской империи Карла, Карла Великого. Из Карла получился Карл. Вот такие ответы мне попались. По-моему, достаточно интересно. Итак, мы переходим к тексту главы Пенхаз, которую мы читали вчера. Причем, так понимаю, и в Израиле, и вне Израиля читали главу Пенхаз. Вот вне Израиля читали ее вместе с предыдущей главой, главой Балак. Так вот, в этой главе, в частности, в конце, два последних параграфа, перечисляют жертвоприношения по различным оказиям. А какие эти оказии, каковы они, мы вспоминаем это в сами эти дни. А именно, мы сейчас увидим с вами, что там перечисляются практически все значимые памятные даты, которые Миде Орайта, то есть из Торы. И поэтому, что мы читаем в качестве мафтира в праздник Песах? Мы читаем о жертвоприношениях праздника Песах, откуда? Из главы Пенхаз. Что мы читаем в качестве мафтира в празднике Шевод? Жертвоприношение праздника Шевод из главы Пенхаз. Почему именно оттуда, мы с вами сами увидим. Есть и другие варианты, но выбрана именно глава Пенхаз. Что такое мафтир? Ну, пару слов я, наверное, все-таки скажу для тех, кто не в танке. Дело в том, что был период, когда евреям запрещалось читать Тору в синагогах. Именно Тору и именно в синагогах. Но к тому времени уже остановился обычай прочитывать недельную главу так, чтобы за определенный период прочитать всю Тору. Сейчас мы прочитываем Тору за год. От Симхат Тора до Симхат Тора. Раньше были варианты читать за два года и за пять лет. Но что делать евреям, если Тору читать надо, а в синагогах ее читать запрещают власти? Евреи пошли в череду раз на хитрость. Было указано евреям читать Тору по домам, то есть не в синагогах. Но чтобы скоординировать чтение, чтобы читать каждую субботу именно нужную недельную главу, чтобы люди не сбились со счету, да, было постановлено в синагогах вместо Торы читать отрывок из пророков, который как-то связан с содержанием читаемого отрывка Торы, то есть того отрывка, который должен был бы читаться. В качестве недельной главы, в качестве мафтира, то есть дополнения к недельной главе, так, да, это чтение, это чтение стало называться словом «гафтара» от корня «тэй тэт рэйш», да, что значит «потэр» – «освободить». То есть чтение из пророков как бы освобождало человека от чтения в синагоге недельной главы. Вот, а прочитав, например, из пророков о том, как царь Шламо построил храм в Иерусалиме, да, человек, очевидно, понимал, что на этой неделе должна читаться недельная глава, где говорится о построении Моисея Мишкана с Кинией Завета, к примеру, да. Так что вот к каждой недельной главе есть своя автора из пророков. И когда мы говорим, что в субботу вызывают к Торе семь человек, это не совсем верно. Семь человек дочитывают, прочитывают всю недельную главу, весь недельный раздел. После этого вызывают восьмого человека, который называется Мафтир. Мафтир – это дополнительное чтение из Торы, чтобы он не чувствовал себя отделенным. Почему те читали из Торы, а я только из пророков. Ему дается, как правило, последние фразы из недельной главы. Пятое чтение называется Мафтир, так? Но, но, но по праздникам, по праздникам в качестве Мафтира выбирается небольшой отрывок. Вот какой отрывок мы сейчас увидим из главы Пинхас. И вот на материале этого отрывка мы с вами рассмотрим тему, которую, наверное, можно было рассмотреть еще раньше, когда мы начинали книгу «Ваекра». Потому что в книге «Ваекра» очень специфическая идет, по крайней мере, в начале тема, тема жертвоприношений. И слова, которые нам встречаются в этих недельных главах, да, они, во-первых, они повторяются, во-вторых, практически они неизвестны человеку, который знает иврит, потому что они в жизни неактуальны, увы, неактуальны. И локально, то есть временно неактуальны, с Божьей помощью храм будет восстановлен, и жертвоприношения тоже будут восстановлены, и тогда все эти термины будут, так сказать, ожившие. Тем не менее, вот на примере нашей недельной главы, точнее, двух последних его параграфов, вот мы увидим несколько примеров вот таких специфических слов. Так, до сих пор вы видели меня, правда? Сейчас я включаю демонстрацию экрана, да, что я включаю? Текст. Ну, так. Вот, давайте так. Так, что-то у меня... Видно текст? Видно текст? Ага, понятно. Это... Ну, давайте, раз уж я открыл, я хотел немножко другое открыть. Вот, давайте прочитаем сначала русский перевод. И говорил Господь Моисею так, повели сына в Израиле, и скажи им, жертву мою, хлеб мой, в огнепалимые жертвы мне, в удовольствие, в удовлетворение, мне соблюдайте, приносите мне в его пору назначенную. И скажи им, вот огнепалимая жертва, которую приносить вам Господу. Агнцев, что такое агнец? Это ягненок. Ягненок. То есть, маленький кто? Барашек, да? По первому году, без порока, по два в день, ко всесожжение, наверное, должно быть вовсе сожжение постоянное. Одного агнца приготовь утром, а второго агнца приготовь в межвечерье. И десятую часть эфы, тонкой муки, смешанной с четвертью иина битого елея, в хлебное приношение. Всесожжение постоянное, какое совершено при горе Синай в удоволение огнепалимая жертва Господу. И возлияние при этом четверть иина на одного агнца, на святом совершай возлияние пьянящим Господу. А второго агнца приготовь в межвечерье, как хлебное приношение утреннее, и возлияние прием соверши огнепалимую жертву в удоволение Господу. Ну, не говоря о таком неудобоваримом термине, как удоволение, вы, наверное, отметили, что многие слова сейчас звучат, скажем так, неактуально. Что такое огнепалимая жертва, как понять межвечерье, что такое елея, это тому же битый, сколько это четверть иина и так далее. Все это можно найти в комментариях. Вот мы сейчас посмотрим текст. Текст 29 параграфа книги Бомитар. И вы видите, что здесь, вы видите текст размеченный, да? Что некоторые термины я отметил желтым, как обычно, это то, что в словарь не пошло. Некоторые термины зеленым, это то, что я искал в словаре, нашел или нет, это другой вопрос. Но я еще использовал вот голубой такой цвет, да, для объяснения терминов специфичных, которые относятся к данной теме. Какой теме? Храмовая служба, жертвоприношение, вот, жертвоприношение из животных. И сейчас попробуем мы их разобрать. Конечно, в помощь нам будет перевод, ну и словарь тоже. Итак, добра шефа, муша лаймор, понятно, да? И говорил Всевышний Моисею, говоря, цавв, прикажи, повели, эт бне Исраэль, заставь сынов Исраэля, ве амар талайям, и скажи им, эт корбан, и словарь корбан, означает жертвоприношение. Жертвоприношение бывает из животных, из птиц, из плодов, из муки, из елея. Что такое елея? Это оливковое масло, чистое, очищенное, из вина и воды, о чем мы сегодня тоже поговорим. Вот это жертвоприношение называется корбан, от слова лэхакрив. Корень здесь, конечно же, коров. Что такое коров? Близкий. Возможно, отсюда, но это моя спекуляция, конечно, русское слово корова. И еще одно русское слово кровь, а также слово кров, что означает родной дом. Эд корбани, мое жертвоприношение, то есть то, что мне следует получить от вас, говорите, вышли. Лахми, то есть мой хлеб. Дальше. Ле-ишай. Мы увидим чуть дальше слово ише. Ише – это производное слово эш. Эш – это огонь. А жертвоприношение, которое сгорали, сжигались на огне, называется ише, а во множественном числе ишай – мои огнепалимые жертвы. Так. В словареях нехоях, да, давайте посмотрим в словаре. Я сейчас поставлю вам копипаст, сколько влезет. Словарь сегодня очень небольшой. Очень небольшой. Так. Я думаю, что он сегодня влезет в весь. Так. Ставлю, включаю чат. Да. Значит, слово «раях», как вы знаете, означает запах, запах, аромат, да. Слово «нихоах» отдельно почти не встречается, хотя бывает. Это приятный запах, да. Реях нехоах. Конкретно в словарь вошло «ароматный запах», ароматный запах, поскольку такое выражение следует из торы. Так. Смотрим дальше. Так. Я не включил вам демонстрацию словаря, да? Не включил. Давайте включу. Так. Вот она. Так. Вот так. Что такое удоволение мне, да? Как звучит это в оригинале, мы посмотрим, да? Наверное, это перевод «рех нехоах», то есть «приятное благоухание». Это, наверное, более дословный перевод. «Ти шмейру» – вот эти жертвоприношения «сохраняйте», «охраняйте», «храните». «Лехакрив», чтобы носить, «бе-мо-адо», слово «моэд», как мы знаем, значит вообще срок. Но чаще всего это какой срок? Это срок праздников, да? Мы увидим с вами, что далее перечисляются праздники с указанием даты, за одним исключением, о котором мы говорили. А кто не догадался, что это за праздник, дата, которая у него указана, да, пусть немножко подумает, пока мы до этого не дойдем. Гимел. «Вэ амарталаэм» И скажешь им. «Цээ га-и-шэ» Вот огнепалимая жертва, а шерта криву, которую принесете вашим боку. Квасим. Слово «кэвэс» означает «овечка овца». «Бэнэ-шана», то есть «сыновья года», что такое «бэн-шана», да? Так указывается возраст. Они «бэн-арбайсре», мне 14 лет, а не я сын 14, да? Понятно? «Бэнэ-шана», что это значит? Обычно переводят «годовалые». Ну, есть комментарии, что это вот «недостигшие годовалого возраста», то есть первого года от рождения, которым год еще не исполнился. Так? Дальше это слово «тмимим». Давайте переключусь я обратно на словарь, который покажет нам, что слово «тамим», а также слово «там» однокоренное, да? Оночает цельный, совершенный, честный, искренний и даже наивный, простудушный, доверчивый. Вспомним, что один из четырех сыновей в Пасхальной Агоде, да, называется «там». Там простак, обычный перевод как простак, но коннотация в тех местах, наоборот, положительная. Это человек, который не так уж много знает, но стремится быть хорошим, правильным евреем и хорошим человеком. Так что слово «там» иногда используется как, ну не то чтобы ругательство, но «твор», человек простой, человек такой цельный. Вот, но в нашем случае слово «тамим» означает «беспорочный», то есть не имеющий определенных физических дефектов. Каких дефектов, да, Тора их причисляет, так? Так, возвращаемся, возвращаемся нашему тексту, да? Шнаим лаем, два в день, мы читали с вами русский перевод. Дальше идет слово «ола». Слово «ола» состоит из букв корня, который означает «подниматься», так? Словом «ола» называется «жертва», которую по-русски называют «жертва всесожжения». Ничего общего в значении всесожжения и подъем мы не видим, да? Но просто другого термина не нашлось. Это жертвоприношение, когда животные резали и тушу полностью сжигали на огне, на медном жертвеннике, который стоял во дворе сначала Мешкана, а потом храмов, как первого, как второго. И жертва превращалась практически в угли. Угли эти потом сгребали, а то, что, так сказать, выжигалось, да, оно поднималось «рех нехоах», то есть приятным ароматом, вверх к небесам, то есть это символ ко Всевышнему, да? Вот это и называется «ола», то есть жертва, которую полностью всю сжигали, так? И далее идет слово «тамид». Слово «тамид» означает «постоянно», что значит «постоянно». Это значит, что как вот постоянно работает сердце живого человека или, скажем, постоянно, да? Когда мы говорим, что человек постоянно курит, это не значит, что он курит все время, это значит, что он часто закуривает. Нет, не дне, чтобы он не курил. Ну, не про нас с вами будет сказано, конечно, да? Суббота – это святой день. Так, вот, имеется в виду, каждый день, то есть каждый день приносились вот эти вот жертвы «ола» из двух квасим годовалых, так? Шнаим, шнаим, двое, да? Это «кэвэс эхад» – одну овечку, одного барашка, поскольку написано «бэн», «бэнэйшэна», да? Таасэ – ты сделаешь вабокер, утром, так? Вэта кэвэс ашини, а второго барашка, таасэ – сделай, бэйнгаарбаим. Вот это выражение. Сейчас я посмотрю, не буду переключаться, просто посмотрю словарик. Так, слово «бэйнарбаим» – да, я не нашел, я не нашел, словарею нет. И это, естественно, это выражение сейчас не используется, а перевод нам что дает? В сумерках. Вот «межвечерие» – это, наверное, есть, да, «бэйнгаарбаим»? Так, сейчас посмотрим. Так. Да. «Межвечерье», да? Что дает нам комментарий? Комментарий здесь есть? Я, с вашего позволения, просто переключусь, потому что это, наверное, требует объяснения. Вот оно. Так. Мы в 28 главе, и смотрим мы слово «приготовь послеполуденное время». Но тут этого комментария нет, да? Дело в том, что его готовили перед заходом солнца и тогда же приносили. То есть во второй… сейчас одну минуточку. Нет, 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 неверно. Его приносили после полудня, то есть во второй половине дня. Во второй половине дня. Я напоминаю вам, что время жертвоприношения утреннего и дневного, то есть предвечернего, соответствует времени двух молитв дневных – шахарит и минха. А третья молитва, которая называется «Аравит вечерняя», да? Она, ее читают, когда совсем темно, когда уже вышли звезды. И она соответствует уборке вот этих углей после сожжения жертв, все сожжения жертвенника. Так. Так. Что такое межвечерье? Ну, слово само, в общем-то, непонятное, надо сказать. Так. Продолжаем. «Бейн аарбаим» от слова «эрев», конечно же, вы поняли. «Эрев» – это вечер, да? И тот же корень в слове «ле арвев» – смешивать, размешивать, перемешивать, да? Вот, потому что вечером стушевываются контуры предметов, и трудно различить, где что или кто. Продолжаем. «Ве асирит», как вы понимаете, слово «эсер», «эсер» – это 10, «асирит» – это 1 десятая, «аэфа» – слово «эфа», да, это мера объема. Чему она равна? К сожалению, не помню наизусть, но можно посмотреть. Десятую часть «эфы». Теперь, что такое «солэд»? «Солэд», как нам правильно объяснил Дмитрий Калашник из Харькова, да? Есть два значения, да? Иногда «солэд» называется мука тонкого помола, иногда, наоборот, мука более грубого помола, как, например, сейчас в иврите слово «солэд» называют манную крупу. Что такое манная крупа? Это не до конца перемолотая пшеница, это вот те крошки, которые застревают в сите, через которые мука проходит. Но в нашем случае «солэд» просто нам известно, что здесь имеется в виду мука именно тонкого помола. Дальше идет слово «ла-минха». Сейчас слово «минха» ассоциируется, прежде всего, с дневной молитвой. Почему она называется «минха»? «Минха» – это дар, добровольное приношение. То есть вот эта десятая часть ломкой муки, она и называлась «минха» – добровольное приношение. «Белула» – представьте себе, что этот корень однокоренной с названием города Вавилона. «Балаль» и «Бавель». В книге «Баришит» в главе о Ноах мы читаем о том, что город был назван Бавель, ибо там перемешал, то есть «балаль» – все вышли все языки. В первом случае «бавель» удваивается буква «бет», в втором случае буква «ламен». Но и там, и там мы имеем трех буквы веков. «Белула» – перемешанное. «Ба шемен» – это оливковое масло. И сейчас в иврите словом «шемен» называется любое жидкое масло, в том числе даже несъедобное, например, смачное. Дальше идет слово «катит». Что такое «катит»? Давайте я посмотрю просто в переводе. Одну минуточку. Ну, тут написано «битого елея». Честно говоря, надо было, наверное, посмотреть это слово. Я не посмотрел. Я привык к звучанию этого слова. Дальше написано «рвиит га гин». То есть «рвиит» от слова «рэба», от слова «арба», «арба 4». «Рева» – четверть. «Рвиит» – четверть. И «гин» – это тоже мера объема. Дальше. «Олад» – тамид. Жертвоприношение всесожжение. Постоянное. «Гаасуя» – от слова «оса» сделанное. «Багар Синаи» на горе Синаи. «Лерех Нихоах» – для приятного, для ароматного воскурения, как бы так, да? «Ише изжигаемое» – нашим для Бога. «Ве Ниско» – тоже интересное слово, которое у нас далее будет повторяться. «Несех» – что такое «Несех»? Это возлияние. Возлияние жидкости в качестве жертвоприношения. И этот термин используется, «Яйн Несех» – для обозначения некошерного виноградного вина, то есть сделанного неевреем, потому что Аллаха осталась с тех пор, когда язычники вино возливали для своих богов. Поэтому любовь, которая, возможно, побывала в руках идола-поклонника, считается непригодным не только для совершения ритуала, например, кедуша, но и некошерным для использования. «Яйн Несех» – но здесь «Несех» возлияние, конечно, имеется в виду для Всевышнего. «Рви-ид агин четверди гина» – «Лакевес» – на одну овцу, на одного барашка. «Га-эхан» – «Ба-кодыш» – «Святости». «Га-сех» – «Несех» – это то же самое, что здесь «Неско». «Шейхар» – слово «Шейхар» означает «пьяный», «хмельной». В «Идиш» это слово вошло как «шикере», «шикере автоби», то есть «пьянчуга», «алкаш». Но слово «Шейхар» – это любой алкогольный напиток. Так вот, здесь мы говорим о «Венере», «Ви-ид агин лакевес айхан». Чего? «Шейхара» – «хмельного напитка». «Ла-шем» – «Богу». «Ве-эта кевес аши-ни» – «а второго гигненка» – «та-асе бейнга арбаим». «Сделай» – «ну, иногда переводят в сумерках, иногда в межвечерье, но мы с вами выясним, что в второй половине дня». Когда можно молиться Минху, через половину временного часа после полудня, то есть когда прошло из 12 частей дня, 6,5 из них, то есть несколько позже полудня, до захода солнца. Итак, мы прочитали с вами очень важную вещь. Вот ключевое слово, на которое мы не особо обратили внимание. Но если я задам вам вопрос, когда это делалось, ответ тамид каждый день. Каждый день в храме приносили в жертву Всевышнему двух барашков от имени всего еврейского народа. Двух барашков одного утром на восходе солнца, другого – второй половине дня. Вот таким образом их полностью сжигали. Второе, второй отрывок. Увайома шаббат в день субботний. Шней квасим бнейшана, двух ягнят годовалых, тмимим без порока. Ушней эсруным солэт и две десятые солата тонкой муки. Минха в приношении добровольной. Балула вашемен смешанного с елеем. Вениско и возлияние. Олад шаббат бешабато. Ола – это мы знаем всесожжение. Шаббат бешабато – каждую субботу. Кроме вот этого всесожжения, о котором мы читали здесь. Вениско и его возлияние. То есть это происходило, то, что мы с вами до этого читали, вот это происходило каждый день. А в дополнение к этому субботу еще что? Шней квасим. Еще двух барашков. Да, в субботу резали барашков для жертвоприношений. И не только резали, но и сжигали. И поддерживали огонь, и разводили огонь. Ибо сказано тамид – постоянное. Когда законы постоянных жертвоприношений входят в противоречие с законами суббот и праздников, действуют законы, связанные с жертвоприношениями. Таков закон для храма. Мы с вами прочитали два псука. Номер Тет и номер Юд. Почему важно, что их ровно два? Есть какие-то предположения? Натан с нами? Да, конечно. Что было бы, как думаешь, если бы был дополнительный пасук? Или если, скажем, вот этот пасук был бы разделен на два? У нас было бы три псука. И это обязывало бы нас каждую субботу читать вот этот отрывок по отдельному свитку. Либо, если свиток один, перематывать вот на этот кусок. Ну, может быть, конечно, наши мудрецы нашли бы какой-то выход, но, в общем-то, его не пришлось найти. Три псука – это минимум алии. То есть это самый минимум, что может прочитать один человек. А здесь всего два псука. Поэтому по субботам мы не читаем уже в приношениях субботних. Это не установлено. А вот здесь начинается третий отрывок. Третий отрывок читаем. Ув рошей ход ше хем. И в новомесячье, да, рош ходеш – это начало месяца. Ваше новомесячье. Та криво о ла приносите в жертву всесожжения лаа шем. Богу. Какую же жертву? Парин. Слово пар означает что? Бычок, теленок. Да? Пар. Бней бакар. То есть сыновей. Кого? Бакар. Крупно-рогатый скот. Да, да. Значит, в отношении выражения, ну, мы немножко попозже это увидим, да? Но если бы было просто написано парим, да, могло бы возникнуть сомнение. Но поскольку здесь уточнено бней бакар, вот, то ясно, что не просто крупного рогатого скота, а именно телят. А какой еще есть крупный рогатый скот? Честно говоря, я не знаю, кто еще называется словом парим. Так? Сколько? Шнаим. Ве аиль. Что такое аиль? Аиль – это баран. Это одного барана. Квасим. Это снова у нас речки-барашки. Бнейшана. Шива. Семь. Тмимим. Беспорочные. Ушло шаесурним. Солдат. И тридесятые, значит, тридесятые меры вот этой мутитон-крупомола. Минха блу ла ва шемен. В добровольное жертвоприношение смешанное с лилейл. Ла парна каждого из телят. Аехад. Ушнея с руним. И две десятые. Солд минха блу ла ва шемен. Того же самого. Ла ай ла аехад. Для одного барашка. Нет, барана. Так. И сарон, и сарон. То есть одна десятая. По одной десятой. Солд минха блу ла ва шемен. Того же самого ла кевец. Кевец это ягненок. Аехад. О ла рехнихоах. Жертвоприношение все сожжения. Приятного ароматного благоухания. И ще огнебалимая ла ашем для бога. Вен из кей гем. И возлияние при них. Хаци гагин. Половину гина. Йегие ла пар. Будет на одного теленка. У шли. У шлищит гагин. И треть гина. Ла аил. Для барана. Для барана. Урви ит гагин. И четверть гина. Ла кевец. Блейгненка. Яин. Яин. Вина. Яин. Как мы знаем вино. Зот. У ла ходыш бе ходшо. Ла ходши ашана. Это. Всесожжение. Ежемесячное. Для месяцев года. То есть каждый из месяцев. А месяц у нас начинается в новолунии. Значит каждое новолунии дополнительно. Потому что называется тамин. Постоянное жертвоприношение. Приносилось еще вот это. А если рожь ходыш выпадал на субботу. То приносилось жертвоприношение. Как постоянное. Так дополнительное субботное. Так и дополнительное новомесячное. Память об этом дополнительном жертвоприношении. Как у нас называется дополнительное. Называется оно словом мусав. Слово ле гусиф. Добавлять. У нас есть дополнительное. Молитва. В празднике. В субботы. И в новомесячье. Но здесь немножко аналоги не срабатывает. Когда выпадает новый месяц на субботу. Мы не читаем два раза мусав. Один раз в честь субботы. Другой раз в честь нового месяца. А читаем один мусав. Вот со специальным текстом. Которым упоминается и суббота. И новомесячье. Дальше. О-Са-Ир-А-Изим. Слово Са-Ир это козел. А Изим от слова А-Из это коза. То есть козел из козлов. А из кого он еще может быть? Просто для того, чтобы не было никакого вопроса. Подчеркнуто Са-Ир это козел. Эхад одного. Ла-Хатат. Слово Хатат от слова Хэт. Слово Хэт пишется вот так. Буква Хэт, буква Тэт и буква Альф. Хэт это грех. А Хатат это грехоочистительная жертва. Ла-Шем для Бога. Ай-О-Ла-Та-Тамит. Поверх, то есть сверх жертвоприношения постоянного. Е-А-Сэ. Будет сделано. Пен-Из-Ко-И. Что такое низко? Нес-Эх. Возлияние. Увыходыш А-Ишон. А вот сейчас начинается перечисление праздников. Ходэш А-Ишон. В месяц первый. Баар-Баа Асар. Иом Ла-Ходэш. В 14-й день месяца. Какой месяц у нас называется первым? Месяц исхода из Египта. Месяц Несан. 14-го Несана мы приносили жертву, которая называется Песах. Я напоминаю вам, что слово Песах, которое у нас используется для названия праздника, Тора использует для названия жертвоприношения. Жертвоприношение пасхальное. Ла-Шэ. Ув Хамиша А-Сар. Йо-Ла-Ходэш А-Зэ. А 15-го числа этого месяца. Хаг. Хаг означает праздник. Что значит слово праздник в русском языке? Праздновать. Быть праздным. Что-то упразднить. То есть ничего существенного не делать. В евреях это совсем иначе. В празднике, наоборот, есть множество забот, но, как мы сейчас с вами увидим, запрещены определенные виды работы. А вот слово Хаг родственное слову Хуг, которое означает, например, кружок или какая-то группа. Потому что по праздникам, с одной стороны, человек не должен быть один. С другой стороны, когда все вместе, он может потеряться. Поэтому праздники, конечно, в определенный момент все вместе, например, собираются в храме. Но после этого расходятся группами и празднуют с людьми, с которыми нам приятно. Итак, Хаг. Шиват Ямим Мацот Еахель. Семь дней Мацу он будет кушать. Кто? Любой еврей. Семь дней. Праздник Песох. С 15-го числа месяца Ниссан, вплоть до 22-го числа. Байома решен в день первый. Микра Кодеш. Священное собрание. Микра от слова Кара. Называть. То есть, созывать всех вместе. Священное собрание. Тут очень непросто перевести это выражение. Слово Абуда значит работа. Слово Мелехет от Мелаха. Слово Мелаха мы называем те действия, которые запрещены в субботу. Совершенно неверно считать, называть эти действия тоже работой. Работа это Абуда. А что такое Мелаха? Это определенные виды деятельности далеко не всегда какие-то тяжелые или связанные с постоянной деятельностью человека или с тем, за что ему платят деньги. Нет. Например, щелкнуть выключатель и включить свет. Или зажечь спичку. Это Мелаха. Но вовсе не Абуда. А вот, например, вести молитву в течение нескольких часов и читать Тору. Не самое легкое занятие, конечно, я вам скажу. Особенно для большой общины, в большой синагоге, где нужно постараться, чтобы всем было хорошо слышно. Вот это Абуда. Это то, чем занимается, например, чтец Торы, Баля Африя или Хазан, ведущий молитвы. Но это не Мелаха. Это то, что разрешено делать. А вот что такое Мелаха Абуда? Мы с вами, если успеем, то вместе увидим. А если нет, то вы посмотрите сами. Например, при Лемке Пур сказано, Коль Мелаха Лотас. Как сказано и про суботу. Правда, не здесь, здесь про суботу мы уже прочитали. В другом месте. Там сказано, Коль Мелаха Лотасе. Всякую работу производительную иногда делается перевод. Всякую Мелаху. А Мелехет Абуда иногда переводится Всякую трудную работу не делаете. Это тоже неверно. Потому что здесь речь идет о дне. Каком? В первый день Песах, который является Йом Тов. Запрещено делать что? Запрещено делать Мелехет Абуда. Чем она отличается от просто Мелаха? Тем, что Мелаха, например, в субботу, мы не приготовляем пищу на огне, а в Йом Тов. Это разрешено по мере необходимости, по числу людей, которые садятся за стол. И еще одно различие – это Летальтель. Переносить вещи. Не будем сейчас на этом подробно останавливаться. Всякую Мелехет Абуда, без перевода пусть пойдет термин, не делайте. Вейкрафтем ише, и приносите огнеполимые жертвы. Ола, всесожжение, ла шем для Бога, парим б'ней вакар, целят из быков, шинаим, два, ве айль ехад и барана одного, ве шивак васим б'ней шана, и семь годовалых ягнят, тамимим и юлахэм, полноценные, у мин хатам, и при них добровольный дар. Солет булава шемен, как мы знаем, мука тонкого помола, смешанная с оливковым маслом, шлоша эсру ним лапар, три десятых, чего, иина, просто слово опущено, на бычка, ушнея с ору ним ла айль, две десятые на барана, та асу, сделайте, и с орун, и с орун, одну десятую, та асэ ла кэвэс, на ягненка, га ехад, каждого, ла шива, га квасим на семерых козлях, вот откуда это, сочетание, семерых козлях, да, о сэ ир хатат, и козел для искупления греха, хад один, лэ хапер, и искупать, тот же корень, что в слове йом кипур, да, что такое лэ хапер, лэ хапер, давать, ну, как это называется, это мура, то есть давать добровольно кто-то из своего имущества в искупление греха явного или, возможно, допущенного, лэ хапер алейхэм, чтобы искупать вас, мил вад, что означает кроме, олад га бокер, кроме утреннего всесожжения, о котором мы читали, которое называется, это тамид, ашер ла олад га тамид, вот оно, которое для жертвоприношения постоянного, та асу, были сделать, эт айле этих, то есть то, что перечислено выше, когда это, напоминаем, мы читаем про первый день месор 15 месана, ка эле та асу ла йом, шиб ад нямим, вот так делайте каждый день из семи дней, лэ хэм и шэй рэх нихоах, ла дунай, лэ хэм хлеб, и шэй, агнепалимые жертвы, в приятное, ароматное благоухание к всевышнему, аль олада тамид, сверхпостоянного, и асэ вэ низко, будет сделано и возлияние при нем, о ва йом га шви, и в седьмой день, седьмой день Песах, это тоже йом том, да, и тоже не делается мэлехет авода, микрокоды шиеллахэм, собрание священное будет у вас, коль мэлехет авода ло тасу, то же самое, у ва йом аби курим, бикурим это, вы знаете, это первые плоды урожа, первые плоды, а что называется здесь праздник, абикурим, йом аби курим, мы называем этот праздник, шавуот, да, и вот вам ответ на вопрос, да, на который, я надеюсь, вы искали это, да, что это за праздник, дата которого не указана здесь, вот она, вот он этот праздник, йом аби курим, праздник шавуот, ба га крив хэм, когда вы приносите, минха хадаша, новую, новая жертва, новый подарок, скажем так, всевышнему, бе шавуотэй хэм, в вашей неделе, шавуот от слова шавуа, от слова шева, а тут и шефа шавуот, да, не указана дата почему, потому что фиксируется, что это на 50-й день после первого дня Песоха, да, а не привязано это к определенному дню календаря, и в дни Танаха, в период Танаха, определяли календарь по наблюдениям за Луной. Микрокодор Священное Собрание Йеллахэм будет у вас коль мэлэхет авудалло та асу, не делайте никакой мэлэхет авудам, ви крафтэм ула лрэх нихоах, и приносите все сожжения для приятного благоухания Всевышнему, какое? парим бенэшан ашнаим, селят два, ай лэхад, извините, баран один, шив а кавасим бенэшана, семеро годовалых ягнят, так, все-таки это ягнята, а семеро козлят в русской народной сказке, это немножко другая история. Омин хатам и их дары. Солэт блула ва шэмен, мука тонкого помола, смешанная с оливковым маслом, шло шай сорным лапар, три десятых на бычка, ахад одного, шне сорным ла айл, ахад, две десятых на одного барана, и сороны сорон ла кэвес, одной десятой достаточно на ягненка, ахад, ла шив а кавасим, на каждого из семерых, цаир айзим эхад, один козел, леха пер алейхем, и искупить вас. Мил ват олад хатамид, кроме постоянного сисажения, умин хато его дара, дара при нем, тасу сделайте, тмимим и юлахем, вэт низ кеем, будут они у вас беспорочные, и возлияние при них. Мы с вами прочитали, что будний день, то есть вертоприношение хатамид, суббота, далее новомесячье, далее праздник Песах, про первый и седьмой день, и праздник Шавуот, остался у нас праздник Сукот, и всего-навсего две минуты. Я скажу вам просто несколько слов по поводу 29 параграфа Каниди Бэмидбар. Так, убы ходы жарви, в седьмой месяц, баяхадла ходыш, Так, какой месяц называется Швеи седьмой? Месяц? Месяц Тишрей. Месяц Тишрей. Да, да. Сначала идет праздник, это назван Йом Труа. Труа – это трубление в рог. Это Роша Шана. Да? Так, про эти слова, в общем-то, я вам говорил. Так. Дальше идет, какой праздник у нас по порядку календаря? Йом Кипур. Йом Кипур. Про Йом Кипур сказано «Ва-ин тем» и изнуряйте буквально «Эт-навшотейхэм» души ваши. «Коль мелаха» тут не сказано «мелеха», а вот сказано «мелаха» как про субботу, то есть все то, что запрещено в субботу, запрещено в Йом Кипур, лота-асу не делайте, да? И жертвоприношение Йом Кипура. А после этого идет праздник, праздник, естественно, Суккот. Так. И в первый день праздника Суккот приносится Шло-Ша-Асар, то есть 13 кого? Паримбнэй Бакар, Шло-Ша-Асар. 13 бычков, да? Про второй день что сказано? У Йомашини Паримбнэй Бакар, Шнейм Асар. 12, да? Про третий день сказано 11. Интересное выражение, которое в втором встречается, Аш-Тей-Асар через Айн, это означает 11. И так вот это количество убывает, вплоть до того, что в седьмой день праздника Суккот у нас 7 бычков, да? Всего за 7 дней праздника Суккот, мы приносили в жертву 70 быков. 70 быков в искупление 70 народов мира. Далее говорится еще про один отдельный праздник, который происходит в день 8. Баййомашини в день 8. Ацерет Тиелаем, Лахем. Собрание будет у вас. Слово Ацерет, родственное слово Ацор, которое живется на табличках в израильских автобусах, если пассажир сигнализирует на следующей остановке, кому-то надо будет выходить, и эту остановку нельзя проехать, если на остановке никто входить не будет, и никто выходить не будет, и никто не позвонил, да? Автобус может мимо остановки проехать на полных парах. И вот зажигается табло, на котором написано Ацор, останови! Да? И вот Ацерет, это буквально помедли, не спеши, задержись. Йомашашмини день 8 Ацерет. И праздник этот так и называется официально Шмини Ацерет. Вне Израиля Шмини Ацерет длится два дня, и второй день Шмини Ацерет, то есть, по сути, это уже девятый день, если считать со всеми днями семью, днями праздника Суккот. Уже девятый день он. Кроме того, еще и Симхат Тора, а в самом Израиле Шмини Ацерет это один день, как и написано здесь у нас. Он является Шмини Ацерет, он является и Симхат Тора. Заметьте, что в Израиле вот этот один день, а вне Израиля оба дня, то есть, восьмой, как бы восьмой, как бы девятый, да? В молитвах мы уже не читаем Хага Суккот, а читаем Шмини Хага Ацерет. Хаг Ацерет, да, это отдельный праздник. Сейчас, одну секунду. Я перезвоню. Так, Шмини Ацерет это отдельный праздник, про который мы с вами прочитали. Ну, собственно, вот здесь и заканчивается перечисление всех праздников, которые называются Мидеорайта из Торы. Вот, и вот в последней фразе мы, давайте можем посмотреть, по-моему, в словаре я это выделил, ЛЕ ВАД, кроме, да, какие термины здесь идут, ЛЕ ВАД, МИ НИД РЕЙХЕМ от слова НЕДЕР, это ваши обещания, да, то есть то, что человек принял на себя, да, пожертвовать храму, храму, ВЕ НИД ВО ТЕЙХЕМ от слова НЕДЕВА, это добровольное жертвоприношение, подарок, ЛЕ ОЛО ТЕЙХЕМ от слова ОЛА все сожжение, УЛ МИН ХОТЕЙХЕМ это тоже ДАР, УЛ НИС КЕЙХЕМ это возлияние вина, УЛ ШАЛМЕЙХЕМ жертва, которая называется ШЛАМИМ от слова ШАЛЭМ или ШАЛОМ, которая по-русски называется жертва мирная, поскольку она приносит мир между всеми людьми. Часть туши сжигается, часть отдается КОИНу, а часть получает тот, кто принес это животное жертву, и она им должна быть, эта часть съедена, съедена с друзьями, вот, и приятелями. Вот так мы перечислили, да, все праздники Медеурайта. Я хотел просто обратить ваше внимание, что иногда сказано У низко и возлияние этой жертвы одно, а иногда В низкей М и возлияние во множественном числе. И вот из этого намека выводится Аллаха Ламушамисинай о том, что во время праздника Суккот не только вино возливалось на жертвенник, но еще и вода, и праздник возлияния воды, да, Симхат Брит Ашоэва, о нем много сказано в Талмуде, в частности, кто не видел Симхат Брит Ашоэва, тот не видел настоящей радости в своей жизни. Мы закончили сегодняшнюю тему. Всем спасибо, приходите еще, если есть люди, которым это будет интересно, передайте им, всех приглашаем, всем рады. Всего наилучшего, счастливо, до встречи. Окей, всем счастливо, до свидания, пока, спасибо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok